Земли в Хакасии продолжат раздавать молодежи многодетным и еще ряду льготным категориям. И в следующем году власти исправят недочеты в законе, расширят список профессий, по которым молодые специалисты также смогут претендовать на собственный участок. Подробнее Мария Добрынина. Совещание началось с рекордных цифр. С момента начала работы земельной программы, то есть 2012-го, жители республики получили более 8 тысяч бесплатных участков по строительству жилья, более 5 тысяч на очереди. Два самых перспективных района – Усть-Абаканский и Алтайский. Они ближе всех к Абакану. Только в одном Чапаево количество жителей близится к 15 тысячам. Мы готовы предоставить, мы уже сделали анализ, мониторинг. У нас около 100 гектаров рассветка ленина Ультная Чапаева, Сапокор и Чапаева будет закрывать свои земельные участки именно льготной категории граждан. 100 гектаров, уже с Павова готова перевести. И 250, и таксилие Солнечное, мы тоже готовы будем перевести на следующий год. Стоит отметить, что Усть-Абакан несет нагрузку главного города республики. В Абакане с землями напряженка. В рекордсменах по выделению земли также рассвет, зеленое, поселок Солнечный, Белый Яр. Однако владельцев бесплатного надела могло бы быть больше, но каждый муниципалитет, что касается молодых специалистов, устанавливает критерии – на землю могут рассчитывать только определенные профессии. И это существенный недостаток в законе. У нас каждое муниципальное образование… Ну уберите их. Ну зачем мы сами себе усложняем жизнь? Чтобы не нарушать закон, уберите критерии эти. Это воздушный цвет. Там закон у нас или постановление? Закон. Давайте откорректируем эти вещи, иначе мы будем постоянно упираться в это. Также глава Хакасии дал распоряжение Минтрансу. Районы, которые несут колоссальную нагрузку, помогая Абакану, должны получить поддержку республики. А именно построить дороги и провести свет. Сразу записывайте себе эту задачу, формулируйте поручение главы под это финансирование. Александр Ильич, Сергей Иванович, просите финансирование. Семен Ильич, вам поручение. Сразу определяемся с дополнительным финансированием. Новые дороги, по крайней мере, отсыпаны и появятся в следующем году в Чапаево и еще нескольких поселках, где идет активное заселение. Также было дано задание проработать вопрос с электросетями, чтобы снизить расходы частников на подключение. Мария Добрянина, Игорь Брюханов, Вести Хакасия.